Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моём канале. Вот так вот сегодня мы добираемся до Леруа-Мерлен. Просто весь Краснодар плывёт. Наконец-то добрались, доплыли, так сказать, до Леруа-Мерлен. Сегодня не такой уж был сильный дождь в Краснодаре. Да, конечно, ливень прошёл, но я бы не сказала, что он был какой-то супердолгий. Например, у нас, да, где наш, можно так сказать, знаменский район, в принципе, можно сказать, что сухо, ничего такого прям, рек никаких не было. Но заезжая в Краснодар, Уральская просто вся плывёт. Поэтому мы удачно доплыли, и сейчас я сниму для вас обзор, и покажу, какие орхидейки есть в Леруа-Мерлен. И я сразу вижу, что в Леруа-Мерлен новые орхидеи, потому что мы были совсем недавно, и орхидеи стояли только на небольшом стеллаже. Несколько было уценок, я даже не стала снимать. А сейчас я смотрю, что орхидейки есть, новые. Но мне кажется, что их как-то неправильно транспортировали, потому что, смотрите, орхидеи свежие, орхидеи хорошие, но бутоны у них уже отсохли. Это говорит о том, что их неправильно, неправильно была транспортировка, так скажем. Потому что корни все идеальные. Кстати, цена тоже очень хорошая. Получается, ну, 600 рублей, можно сказать, да, грубо говоря, 600 рублей. Есть очень красивые орхидейки, посмотрите, она вроде бы желтая, но все равно как будто немножечко, знаете, как карандашом, когда по бумаге трешь, и вот как будто вот немножечко так ее потерли. Симпатичная достаточно орхидейка. Вот. Вот еще есть. Вон три орхидеи. Она, кстати, восковая, очень долго цветет. Вот такие вот красоточки. Вот еще интересная орхидейка. Возможно, они где-то долго стояли в темноте, да, поэтому начали отсушивать свои бутончики. Конечно, жалко. Вот, но как есть, так есть. Но, кстати, по корневой системе нет никаких претензий. Те орхидеи, которые стоят на стеллаже, они в очень хорошем состоянии. Видно, что только-только завезли их, еще даже не поливали. Вот так. После полива состояние, конечно, возможно, будет хуже. Вот. Ну, что, как мы знаем, их поливают холодной водой. Прямо из шланга. И лифтазик полностью замачивают, можно сказать, с головой. Вот интересная орхидейка. Очень красивая. Мне понравилась. Такая яркая, сочная. Классная. Так, вот еще красотка какая. Кстати, часто бывает в Леруа Мерлен. Орхидейка кимоно. Вот такая красавица. Орхидейка цирк. У нее более-таки толстенькие полосочки. Хотя не знаю. Для меня орхидейка вертейшин, орхидейка бухареста, орхидейка цирк – это примерно что-то одно и то же. Вот, возможно, есть какие-то минимальные такие отличия, но они сильно похожи. Дальше вижу, что немножко стоит наверху, вот та прям орхидей. Наверное, у них другая цена, поэтому их как-то отдельно поставили. Но особой прям какой-то разницы я не вижу. Возможно, просто как-то там не поместились. Посмотрю цену. Обошла вокруг, а цены я не вижу. Возможно, просто там на стеллаже не поместились, да, и они переставили. Смотрю, фирма одинаковая, состояние одинаковое, сорта одинаковые. Возможно, как-то в прошлый период поставили. Кстати, кого я тут еще заметила, посмотрите, какие хорошенькие малышки. Смотрите, какие классные. Маленькие-маленькие, разноцветные такие бусинки. Но, знаете, с такими орхидейками у меня лично проблемы. Очень сложно их выхаживать, они очень часто загнивают. И вот, видите, смотрите, банальный перелив, и она сразу начала гнить вот в шейке. Хотя очень миленькие, я бы такие посадила бы в свои кокедамы. Одно время я такие орхидейки реанимировала в прошлом году. Кстати, реанимация прошла успешно. Некоторые, конечно, погибли, но все же удалось спасти. Они у меня сейчас растут. Но очень жаль таких красоток, потому что они в магазинах 100% на погибли. Видите, уже все черное. Банально от того, что их сильно заливают. Заливают как обычных фаленопсисов, да, больших, крупных. Вот. Но с ними надо быть более нежнее, более аккуратнее, более внимательнее. Ну, вот эти цвета очень красивые. Нет ни одной белой. Все розовые, прям вот это почти красного цвета. Вот очень интересные. Есть синие орхидеи, но среди них ничего необычного. Просто белые орхидеи потом будут. Просто белые. Хотя цена 1242 рубля. Вот. Хотя мы знаем, это обычная белая орхидейка, и можно купить ее вон за 600 рублей. Да, просто белую орхидею. Дальше орхидейки миди, но это видно, что прошлый завоз. У них состояние уже такое немного потрепанное, так можно его назвать. Ну, вот это очень красиво, кстати. Смотрите, мидичка. Здесь она получается один цветочек мутантик. Как будто два соединились. Очень симпатичная орхидейка. Если посмотрю в цену, они по 498 рублей. Ну, в принципе, цена нормальная, но они уже как от цветашки идут. То есть посмотрим, есть на уценте. Дендробиум фаленопсис. Дендрофаленопсис. Вот в таком вот состоянии. Видно, что тоже от неправильного полива появились вот эти вот серые пятна. Они по 855 рублей. Здесь еще вот тоже две почему-то поставили такие уже. Видно, что не свеженькие, но не уценили. Так, смотрите, вон еще прям облачко из синих орхидей. Ну, тоже я вижу, что ничего необычного там нету. Просто будут обычные потом белые орхидейки. Но здесь зато смотрите, какой beautiful smile. Обалденный красавчик стоит. Он очень потом будет сильно искриться. В домашнем цветении очень красивая орхидейка. Также, смотрите, Бухарест. Вот такие красотки. Кстати, в Beautiful Smile здесь их достаточно много. Вот, есть из чего выбрать. И они как бы с бетончиками. Значит, они свеженькие. Вот еще орхидейка, смотрите. Вроде вы на кимоно похожи. Но это не она. Она более такая светлая. У нее тоже есть название. Но, к сожалению, я его сейчас забыла. Вот, смотрите. В принципе, есть из чего выбрать. И цена достаточно. Ну, здесь, кстати, они по 613 рублей. На стеллаже там новый завоз. Получается, он немножечко дешевле. Старый завоз, он дороже. Вот, смотрите, какая красота. Но она уже увядающая. Я сначала шла, думала вообще пилорик. Думала схватить себе, потому что очень симпатичный. Но нет, просто уже увядающая растюшка. Вот, симпатульки такие. Вот, мне понравилась тоже орхидейка. Очень красивая. Вот такие. В принципе, ничего пока необычного я не заметила. Хотя, так как Леруа Мерлен закупает... Ну, получается, да, есть первый класс орхидей, есть второй орхидей. Первый класс это выборочные цветы. И они, получается, что все сортовые. Да, есть право выбора. И, естественно, они дороже. Есть орхидеи второго класса, где покупаются просто вот такие контейнеры с орхидеями. И какие есть, такие есть, да, там. И там, получается, попадаются среднеобычных фаленопсисов и бегалипы, и бабочки, и пилорики, и бабулетки. Что там только нету. Вот, поэтому если приехать на завоз Леруа Мерлен, ну, или в Обе, в принципе, наверное, в любой садовый центр, который покупает вот так вот орхидеи опытом второго класса, можно прям найти себе за не очень высокую цену великолепное растение. Вот, какая симпатичка. Вот. Но я редко попадаю на завозы, потому что они где-то вторник, четверг. Ну, вот, вторник, среда, четверг. А я обычно езжу только на выходные, поэтому самые классные орхидейки скупают... Ну, люди, которым повезло, так сказать, приехать сразу на завоз. Кстати, видно сразу, что погрыз трипс. Будьте аккуратны. Я об этом всегда говорю в своих видео. Вот. И сейчас в том числе. Потому что, возможно, будут смотреть меня новые зрители, чтобы не обожглись. Смотрите, вот еще симпатичное растение. У меня тоже осталось два цветочка. Я вижу, что здесь уценили. Я так понимаю, вот растения здесь обычно сейчас стоят орхидейки и уценки. Но у некоторых состояние даже лучше, чем у тех, которые стоят на стеллаже. Поставили их на бетонный пол, поливают их холодной водой. Ну, естественно, это никуда не годится. В Leroy Merlin достаточно прохладно, не жарко. Он, кстати, орхидейка практически зеленого цвета. Так, сейчас посмотрим, насколько их уценили. Но пока почему-то так. Я вижу Dendrobium falinopsis. Он стоит за 500 рублей. Но, если честно, мало у него бульб. Получается вот так вот. Три бульбочки за 500 рублей. И здесь вот уценили 250 рублей стоит белый falinopsis. На остальных я пока этикеток не вижу. Их, скорее всего, отобрали для уценки. Но еще не уценили. Хотя, смотрите, здесь есть достаточно интересные орхидеи. Разноцветные. Вот, поэтому, кто живет недалеко от Leroy Merlin в городе Краснодаре, который находится рядом с СБС, вот, можете попозже прийти. Вот, и купить себе вот эти вот уценочки. Они, наверное, так и будут рублей по 250. Вот так. Вот это очень красиво. У меня такая в групповой посадке. Помните, красотка вообще? Но пока не уценили. Но она вообще прям в хорошем состоянии. Зачем они ее поставили на уценочку, непонятно, да? Ну, как-то так. Вот. Конечно, я не скажу, что сегодня есть какие-то суперкрутые орхидейки, но все же выбор есть. Цена приятная. Поэтому можно приехать, что-нибудь и выбрать. Вот. Но обязательно не забываем обрабатывать отредители. Препаратов Leroy Merlin отредителей просто море. Их великое множество, как спрейные, которые не надо разводить, так и те, которые можно разводить. И перечислять я сейчас не буду, потому что здесь их реально море. Также море и удобрения для орхидеи и других комнатных растений. Но что я заметила? Мое внимание привлек вот такой вот готовый спрей-тоник для орхидеи, который стоит, получается, 235 рублей почти литр. Здесь 900 миллилитров. Я очень люблю вообще агриколу как удобрение. Мне очень нравится. Орхидейка моим тоже очень нравится. Вот. И я хочу попробовать вот этот спрей-аэрозоль уже готовое удобрение для орхидеи. Потому что я пользовалась от Bonaforte таким тоником. Он полулитровый идет и стоит дороже. Он идет где-то 260 рублей. Сейчас, кстати, я его не вижу. Я вижу только для роз, и он где стоит 255 рублей. Но я знаю, что для орхидеи он чуть-чуть дороже. Ну, где-то 260. Вот здесь вот объем больше и стоит дешевле. Однозначно беру. Будем с вами тестировать, чтобы знать, брать или не брать. Но агрикола, само удобрение для орхидеи, очень крутое. Вот. Поэтому будем с вами такую новиночку пробовать. Ну и все. Побежала я. Беру спрейчик и бегу на кассу. Вот такой сегодня получился обзорчик. Надеюсь, вам понравилось. Вы поставите мне пальчик вверх и подпишитесь на мой канал. Будем тестировать с вами вот такой вот новый тоник. Все, мои дорогие. Я побежала.